Нигде, ни в какой мировой истории оккупированная территория никогда не качала права, не имела, по крайней мере, такой возможности. Чечня ничем не лучше сегодня. Если бы Чечня была такой, какой описывают в этой статье, то в Чечне не держали бы 150 тысячную группировку российских войск. Зачем эта армия там нужна? Сегодня по факту эта армия России нужна на территорию Украины, чтобы углубиться, вглубь уйти. Но архиважно России сохранить Кавказ. Опять-таки, нашим соседям это может не понравиться, но ключевой фактор это Чечня. Покорена Чечня, покорен весь Северный Кавказ. Восстает Чечня, восстает весь Северный Кавказ. Это исторический факт, от этого никуда не деться. Соответственно, контролируется Чечня, контролируется всё, что связано с Чечнёй. Не Рамзан это держит. Это невозможно. Нет у Рамзана 60 тысяч под ружьё. Нет их. Это российская армия, это военнослужащие российской армии. Муса, тогда вопрос, опять-таки, возвращаясь к этому проекту. Да и не только. Слухи о том, что Рамзан, в принципе, подставил своего отца и убил. То есть его отец был предателем. Он сначала воевал против России, потом перешёл на сторону России. И Рамзан Кадыров каким-то образом был почему-то любимчик папы, был в Москве в тот день, когда был теракт на стадионе, и взорвали Ахмада Кадырова. Эти слухи имеют место быть? А я от многих слышала, что Ахмад реально, можно сказать, дал белый свет... Ой, Ахмад, простите, Рамзан Кадыров дал белый свет на убийство своего отца. Да, зелёный свет. Ну, тут нужно немножко углубиться в личность Рамзана Кадырова периода, когда его отец перешёл на сторону врага, стал был в администрации Временного правительства. Вот этот период. Этот период для этого парня, Рамзана Кадырова, стал таким золотым. И чтобы понимать, что это означает, нужно немножко углубиться в недалёкую историю. Когда Ахмад Кадыров был муфтием Чеченской республики Ичкерия, он передвигался на мотоцикле «Урал». И Шамиль Басаев ему подарил Неву четырёхдверную, Неву, и сказал, не гоже нашему муфтию ездить на мотоцикле, вот тебе Нева, вот езди на этой машине. И на этой машине он ездил до момента начала Второй русско-чеченской войны. То есть они жили бедно, у них как таковых средств не было. И тут прямо манна небесная свалилась на Рамзана. Рамзан просто тупо крутил, грубо говоря. Он просто шиковал. Ему не было дела до охраны, до войны, до всего этого. То есть получалось, что Рамзан начал понимать уже к 2002-2003 году, что он стал золотым мальчиком. Люди, которые хотели примкнуть, получить какие-то дивиденды от его отца, они дарили часы, машины дарили, уделяли внимание, выделяли ему какие-то там клубы и третьи десятые. Это всё делалось для того, чтобы его отец обратил на этих людей внимание. И он пользовался, Рамзан Кадыров этим всем пользовался. Да, он был номинально начальником охраны своего отца, но он понятия не имел, что это такое. Более того, до момента убийства его отца, никто из нас толком и не понимал, кто такой... Есть такой парень, как Рамзан Кадыров. О нём никто, по сути, не знал, потому что военной силой, то есть военной составляющей Ахмата Кадырова были братья Немодаевы. Это реальные люди, которые участвовали в войне, воевали, знают, что такое кровь. Более того, именно эти люди начали проливать чеченскую кровь. Они сняли вот этот барьер между убийством чечен, то есть обесценили чеченскую кровь, и Российская федерация, то есть Российская армия вольготно себя начала чувствовать благодаря братьям Немодаевым. Вот кто реально стоял. Вот кто был реально заинтересован в том, чтобы Ахмад Кадыров укрепился во власти, и власть перешла в чеченские руки. То есть братья Немодаевы. А Рамзан Кадыров в силу обстоятельств оказался в Москве. Не потому, что он специально, не потому, что ему там сказали, что вот, если ты не будешь делать так, как мы хотим, то мы тебя тоже за твоим отцом отправим. Никто ему этого не говорил. Но так получилось, что Рамзан в этот момент оказался в Москве. А Ахмад Кадыров был там, где он должен быть. То есть его должны были убить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин